Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Смерть Маргарет Тэтчер Шестеро сотрудников полиции получили ранения Об этом сообщает газета The Daily Telegraph При столкновении с полицией Жители Бристоля бросали в стражи Порядка банки и бутылки По меньшей мере один из демонстрантов Был задержан за нарушение Общественного порядка с применением насилия Кроме того, подобная акция Прошла в южном предместе Лондона Брикстоне, где в ночь на вторник Собралось около 100 человек А Северная Корея Окончила приготовление к запуску Баллистической ракеты среднего радиуса Действия Мусудан Об этом сообщили во вторник Южнокорейские СМИ Со ссылкой на информированные источники По данным СМИ Вооруженные силы Южной Кореи Приведены в состояние повышенной боеготовности В связи с ожидаемым пуском Я напомню, что Северная Корея сегодня утром Посоветовала находящимся в Южной Корее Иностранным гражданам подумать об эвакуации на случай Начала войны между двумя странами Ну и теперь к событиям Украины Указ президента Виктора Януковича У помилования к главе МВД Юрия Луценко Был издан в рамках программы Декриминализации и гуманизации Украинского законодательства Об этом сообщил исполняющий обязанности Директора департамента информационной политики Министерства иностранных дел Евгений Перебейнос Это решение было принято в рамках последовательной реализации Политики президента Украины По декриминализации и гуманизации законодательства Украины Направленной на его приведение в соответствие с европейскими стандартами В сфере защиты прав и свобод человека Таким образом, подобные действия президента Стоит рассматривать в более широком контексте Внедрения определенных президентам и правительствам Украины Экономических и социальных реформ А Юрий Луценко не намерен становиться народным депутатом Украины Об этом он сообщил в эфире телеканала TVI Если бы у меня сегодня была возможность баллотироваться в депутаты Я бы отказался категорически Дело в том, что политика сегодня делается не в Верховной Раде И даже не в администрации президента При этом помилованный политик заметил Что если бы была возможность участия в выборах мэра города Киева То он бы задумался над такой перспективой Но я смотрю, что у нас и там нет возможности Потому и выборов нет Подчеркивает оппозиционер Также Юрий Луценко вместе с женой Ириной Луценко Готовят изменения в Уголовно-процессуальном кодексе Украины Об этом Луценко заявили в интервью телеканалу TVI По словам супруги Луценко, они серьезно работают над изменениями в УПК Относительно прав осужденного и его защитника Больше всего, по словам Луценко, возмущает запрет на встречу с защитником Во время лечения в медицинском учреждении И ограничение права на свидание По словам Ирины Луценко, не все ограничения предусмотрены в УПК Многие из них прописаны во внутренних документах, приказах, правилах внутреннего распорядка и приложениях к ним Юрий Луценко заявил, что он увидел не только несовершенство, но и абсурдность украинского законодательства в сфере содержания осужденных По словам Луценко, речь идет не о смене нескольких предложений в УПК, а об изменении целой идеологии А президент Украины Виктор Янукович не намерен освобождать экс-премьера Юлию Тимошенко подобно Юрию Луценко Об этом сообщила уполномоченный по делам человека Верховной Рады Валерия Лутковская изданию «Коммерсант Украина» По делу Юрия Луценко мы дождались момента, когда все национальные средства защиты были исчерпаны И только после этого уполномоченный по правам человека принял решение обратиться к президенту о помиловании Ситуация с Юлией Тимошенко несколько иная У нее еще два дела, которые рассматривают в судах Соответственно, еще не все национальные способы защиты исчерпаны И говорить о процедуре помилования преждевременно заявила она Однако защита в лице Сергея Власенко и Александра Плохотнюка уверена, что Юлию Владимировну можно помиловать по делу, где она получила приговор А остальные дела по ЕСу и убийство Щербани закрыть из-за отсутствия состава преступления А Украина и Испания будут реализовывать совместные проекты в сфере альтернативной энергетики Об этом во время пресс-конференции в Кабмине рассказал министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков Как репортер ЮА сообщили в пресс-службе ведомства, на заседании совместного наблюдательного комитета в столице Испании Мадриде Испанская сторона выбрала несколько проектов по договору продажи единиц установленного количества Реализация которых запланирована на текущий год По словам министра, на внедрение совместных проектов Испания уже перечислила 30 миллионов евро Так, испанцев заинтересовал проект по производству и поставке тепловой и электроэнергии За счет сбора биогаза путем переработки животноводческих органических отходов Еще один проект связан с модернизацией тепловых станций в Севастополе Кроме того, экспертные оценки также ждут проект по строительству ветроустановок С целью создания автономного ветропарка для энергообеспечения Днепровского машиностроительного завода Проект по сбору метана и производству электроэнергии в Лисичанске, Днепродзержинске, Энергодаре, Мелитополе и Бердянске Ну а теперь к событиям города Харькова Правоохранители задержали преступников, которые грабили автозаправочные станции Одного из них взяли в момент нападения на АЗС Одним из них оказался молодой россиянин-спецназовец Позже задержали и его сообщников харьковчан В Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области рассказали, что разбойники грабили АЗС в течение полугода Сейчас правоохранителям известно о четырех эпизодах нападений, совершенных бандитами в области Как правило, они выбирали АЗС, расположенные за чертой города, отдавая предпочтение заправкам определенной фирмы Главная их добыча – это выручка с продажи топлива, рассказали в Центре общественных связей Правоохранителям удалось установить личность одного из нападавших Им оказался 30-летний гражданин Российской Федерации Который в свое время имел отношение к спецназу и хорошо разбирался в оружии разных видов Милиции стало известно, что в ближайшее время грабитель собирается на дело в одиночку И ночью 2 апреля милиционеры совместно с бойцами Беркута устроили ему засаду на АЗС Вблизи лесополосы на выезде из города Разбойника взяли в момент нападения на заправку У него изъяли травматический пистолет российского производства Газовый пистолет от иностранного производителя, а также холодное оружие Два ножа об этом рассказал заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Харьковской области Начальник криминальной полиции полковник Игорь Сенчук Во время допроса задержанный признался, что совершал разбойные нападения вместе со своими сообщниками 33-летним и 24-летним харьковчанами, которые являются родными братьями 5 апреля участников преступной группировки арестовали Сейчас злоумышленники находятся в СИЗО Сотрудники харьковской милиции проверяют задержанных на причастность к совершению других тяжких преступлений А застраивать наш котлован на улице Пушкинской 2 начнут в мае этого года Об этом сообщает статус-кво со ссылкой на компанию застройщика Застройщик начал подготовительные строительные работы, получив соответствующие разрешения В середине апреля проект центра будет передан для прохождения строительных экспертиз, которые по закону продлятся около месяца После этих экспертиз будет получено разрешение на основные строительные работы Как уточнили в компании, к основному строительству планируется приступить в мае после праздников Уже укреплен котлован, ведется мониторинг окружающих зданий и состояние котлована проходит испытание свай В этом году планируется закончить нулевой цикл и продолжить строительство дальше К середине следующего года мы хотим закончить каркас А к концу 2014 года окончить устройство наружных стен, чтобы зимой проводить отделочные работы, отметили в компании Ну что же, вот мы и подвели итоги сегодняшнего дня Вторник выдался у нас насыщенным Я была вместе с вами целый день Меня зовут Ирина Князева, это Робинзон ТВ Оставайтесь с нами